Всем-всем большой привет! Сегодня очередная серия моих запасов и посвящена она волосам. Все продукты, которые у меня есть для волос. Причем, в отличие от остальных серий, я сейчас покажу все, что у меня и в запасах, и в использовании. Потому что огромное количество у меня средств именно открытых. И поэтому я решила, что в этом ролике покажу не просто запасы, а все, что есть. Поэтому ролик будет, скорее всего, длинный. Буду стараться показывать быстро. Ну и начнем с шампуней и с бальзамов или ополаскивателей, или кондиционеров, которые идут вместе с этим шампунем, который буду показывать. Два шампуня у меня есть в больших объемах от Шаума. Этот самый большой 750 мл. Вы знаете, честно, купила я его, потому что увидела аромат. Аромат грейпфрута. Он обещает, что будет подходить для волос жирных у корней и сухих на кончиках. Ну, как мне одна подписчица сказала, что не верит она в интеллект шампуня, который знает, где сухо, где жирно. Но пусть будет. Возможно, этот шампунь распознает, где мне нужно увлажнить, где напитать, а где подсушить. И второй шампунь тоже от Шаума. Это энергия природы. Уже с ароматом лаванды. Это подарок. Если первый купила я сама, то этот подарок. Объем и густота. Здесь объем уже самого шампуня 400 мл. Он поменьше. Следующая пара. Пантин Провин. Но мне их прислали. Оксана прислала из Америки. Поэтому это пантин не тот, который в России, а именно из-за границы приехал. Разницу я еще не знаю. Здесь шампунь и кондиционер входит. Очень большой объем. По-моему, 400 мл. Где смотреть? А, 375 и 355. Кондиционер 355 мл и 375 шампунь. Вот такие объемы здесь. Давайте вот так поставим. Следующая пара. Тоже у меня большого ростика. От 100 рецептов красоты. Сейчас это не выпускают пару. Я ее почему-то все берегла. Но надо бы, конечно, уже пользоваться. Это домашнее ламинирование. Шампунь и бальзам. У меня стоит такая пара. Не знаю, почему они убрали с продажи. Шампунь сам без бальзама ничего не делает. Даже подсушивает и путает волосы. Но бальзам у них хороший и он действительно дает блеск. Написано на желатине. Гладкость и зеркальный блеск. Действительно у меня волосы с него блестели. Дальше. В подарок ко мне приезжала вот такая классная парочка. Мне Настюша Гиммельштейн присылала. И, по-моему, она заказывала тоже за границей на iHerb. И вот такая пара. Сюда входит шампунь и кондиционер. Не знаю еще, что они делают. Кто знает английский, я вот так поближе покажу. Не буду умничать. Можно прочитать. Сюда поставлю. Объемы здесь 240 примерно. 237 миллилитров. Так, следующие большие шампуни. Это от чистой линии. Тоже в большом объеме. Первый объем и сила. Второй шампунь фитобаня. По-моему, 400. Да, 400 миллилитров. Без бальзамов эти шампуни немного путают волосы. Поэтому их надо использовать обязательно со средствами дополнительными. У меня из бальзамов есть бальзам фитобаня и бальзам березовый. Вот такая пара. И я буду использовать их как раз вместе. Далее пошли спецэффекты от Матрикс. Вот такой шампунь на маслах. И кондиционер. Они чем хороши, что хотя в составе есть масло, они на самом деле не жирнят волосы. Очень хорошо работает. И кондиционер работает, по-моему, его просто на волосы надо наносить, не смывая. Давайте сюда поставлю. Вместе с ними у меня есть вот такое средство. Это уже масло. И им я пользуюсь уже на вымытые волосы. Совсем немножко разношу. И хорошо расчесываются, напитываются. И тоже нет жирного блеска. Ну что-то я сегодня расхвалиганилась. Мало мне эффектов, значит, спец. Есть два шампуня. Это мне в подарок прислали. Я так понимаю, что это старая версия, новая версия. Я люблю мою планету. У меня уже несколько раз были такие шампуни. Они для блеска волос предназначены. Мне они очень нравятся. Хорошо промывают волосы, не спутывают. И бывало, что я ими пользовалась даже без кондиционеров. Дальше. Давайте я покажу от Эйвен. Есть у меня вот такой набор. Я сначала хотела его подарить. Но потом мне было так любопытно. Я открыла упаковку. Ну, саму слюду с коробки. То есть его все равно можно подарить, конечно. Но единственное, что уже не получится этот набор в товарном виде в упаковочке. В этот набор входила вот такая маска. Так, это ополаскиватель для волос. Шампунь для волос. И, по-моему, несмываемый. Бальзам для волос. По-моему, его можно не смывать. Очень красивая, на самом деле, линейка, оформление. Согласитесь, реально красиво смотрится. Подарить не стыдно. Ну и самой пользоваться приятно. Вот такой набор. Еще от Эйва. Но, по-моему, это в старой еще версии. Мне кажется, это то же самое. Только уже в отдельной коробочке. Это несмываемый кондиционер. 150 мл. И вот такой секрет совершенства. Тоже шампунь и ополаскиватель. Тоже Би-Би. Мне кажется, это одно и то же. Только в старой и новой упаковке. Ну, по крайней мере, у меня пока стоят и те, и те. Дальше от Эйвен есть в старой упаковке 400 мл шампунь и 250 мл ополаскиватель. Мгновенное восстановление для поврежденных волос. Такая пара. Дальше. Для сияния тоже уже новая версия. Шампунь и бальзам. Бальзам-кондиционер. И, по-моему, бальзам не надо смывать. Ну, тут можно отогнуть, прочитать. Мне кажется, вот этот бальзам не надо смывать. Для меня это было прямо новостью. Я люблю бальзамы смывать. Дальше. От Эйвен покажу две маски, которые мне тут просто под руку попадаются. Одна от Планеты СПА. Сокровище Бразилии с экстрактом Асай. А вторая от Эдвенд Техникс. Маска питательная. В одной 200 мл, во второй 150 мл. Вот эту вообще хочу похвалить. Ее надо чуть-чуть. И она реально работает. И волосы прямо мягкие, гладкие, шелковые. Ну, вообще просто очень хорошо работает. Люблю я эту маску. И в старой, и в новой версии. Далее. Давайте от Фаберлик еще покажу сразу. От Био Арктик. Мне нравится эта линейка, но никак не дойдут руки, чтобы воспользоваться. Первая пара для поврежденных и тусклых волос. С мороженкой, шампунь и кондиционер. Они хороши вообще в зиму, потому что кондиционер не дает волосам магнититься, электризоваться. Вторую пару я очень люблю. Объем для тонких и ослабленных волос с экстрактом полярного мака. Вот эта пара прямо, я раза два уже покупала. И, наверное, вот купила третью. Но у меня стоит пока. И третью пару мне посоветовали, но я еще ей не пользовалась. Это шампунь и бальзам кондиционер для сухих и жестких волос. Они хороши, когда волосы подсушены. С экстрактом арктической водяники. Гол арктической. Так, вот такая пара. У меня к этой паре есть маска, но, наверное, я ее позднее покажу. Дальше, обновленная версия у них идет уже вот такая голубая. Это уже у моей мамы, ее любимки уже все об этом знают. Для жирных и склонных к жирности волос с экстрактом клюквы. Она постоянно покупает вновь и вновь. И сейчас вот будем заказывать опять. Будет брать. Любит. Дальше. От Фаберлик у меня есть еще шампунь для интенсивного увлажнения волос. Это хороший шампунь, но им придется часто мыть голову, потому что он жирнит волосы. И такая же маска, глубокая гидроактация для интенсивного увлажнения волос. Надо бы курсиком пролечить волосы. Шампуня нет, но есть маска у меня с маслом Амлы. Очень люблю я этот продукт. Мне он нравится. Маска очень хорошая. По крайней мере, моим нормальным волосам она подходит и нравится. Ну и вот я откопала Био Арктик маска. Мне ее присылали в подарок. Но как раз она мне подошла под мою пару шампуня и ополаскивателя. Глубокое питание. От Эйвен не показала. Шампунь у меня закончился на море. Маску я такую не брала от Эйвен Нейчерлс. Потому что она слабовата для моря. Но просто так воспользоваться в домашних условиях ей можно. Можно даже с маслами до мытья головы использовать. Тоже она будет хорошо работать. Дальше. От Фаберлик у меня, даже не у меня, а у моей мамы, вторая пара ее любимая. Она покупает постоянно либо эту пару, либо эту пару. Все остальное, сколько я ей не пыталась, что помогая мне моими пользоваться, нет. Она верна этим парам и к ним возвращается. Шампунь и бальзам укрепление от корней до кончиков. Вот такая пара. У нее волосы жирные. Мыть их надо каждый день. И склонны к выпадению. Поэтому она полюбила вот эти две пары и пользуется ее. Еще одна у меня из парочка тоже была в подарок прислана. И эта пара была в коробке. Очень красиво оформлена была. Коробка блестящая такая вот. Это планета органика. Органическая клюква. Шампунь и бальзам. Увлажнение и уход. Вот такая вот. 300-280 мл. Подходит, кстати, для нормальных и жирных волос. Как раз у меня нормальные и склонные к жирности. Дальше покажу просто шампуни разных фирм. Первая вот такая Космия. Не знаю, как правильно называется. 250 мл. Еще не разбиралась, что это надо будет попереводить. Вот такой шампунь. Следующая Ботаник Терапи от Гориньер. Органовое масло и клюква входит. Но тут защита цвета. Скоро буду красить волосы. И как раз можно пользоваться будет. От Эрифлейм есть шампунь вот такой. Тоже еще не разбиралась, что к чему. Пока в запасах. Также от Лепетит Марселье есть у меня. Шампунь укрепления и сияния. Олива и яблоко. Вот такая симпатяга зеленая. Укрепляющий шампунь с корой дуба и крапивой. Тоже мне как-то подарили. И покажу вот такой большой бальзам. Я его купила не помню даже где. Может быть в фикс прайсе. Мне очень понравился аромат. Обещает для объема. Аромат у него апельсина. Для тонких и лишенных объема волос. Стоит пока еще не воспользовалась. Но очень привлекательная упаковка. И будет меня наверное радовать. Скоро когда доберутся до него руки. Так дальше. Все думаю. С чего? Чтобы и побыстрее в то же время. Но давайте еще вот эту пару покажу. Секреты СССР. Лучших здравниц. Я на самом деле взяла уже из использования. Потому что они у меня стоят уже около ванны. Я бы назвала это среднее. По действию пара. Шампунь очень путает волосы. Он хорошо смывает маски масла. Но путает волосы. А маска средняя. Она жидковатая. Вот прямо такая. И похожа на маски из фикс прайс. В фикс прайсе кстати есть маски очень хорошие. А вот которые ну так себе. Не знаю. Меня сильно не впечатлило. Обычное такое. Когда волосы не испорченные. Свои. Нормальные. Может быть даже коротко стриженные. Тогда пойдет. Но если волосы могут путаться. Им нужно питание. Увлажнение. То нет. Не справится. Даже может быть вред причинит больше. Но промыть промоет. Это да. А вот чтобы расчесать. Нужно будет дополнительное средство. От кафе красоты. Есть вот такая маска для волос. Очень симпатичная. Красивая. Это мне в подарок приезжала. От и фраше. Вот такая есть маска. Еще не знаю. Что за маска. Сейчас просто не хочется тратить время. Все это вычитывать. Прочитывать. Я так по быстрому стараюсь. Потому что впереди много еще средств. От комплимента BB. Бьюти бальзам. Вот такой. Термозащита и блеск. Обещает. Дальше. Маска от Сибирики. Облепиховая маска у меня есть. Она очень питательная. Красивого. Такого цвета. И яркого аромата. От планеты Испании превзойденное питание. Питательная маска. Зимой это все хорошо пойдет. Еще одна маска. Точно такая же от Эйвен. Мультифруктовая. 125 мл. Я ее сюда же к этой же поставлю. Дальше. У меня есть маска для волос. Активная. Облепиховая. Стимулирует рост волос. От фито. Косметики. Сюда что ли. Дальше. Я уже тут, знаете, больше собираю, что у меня в использовании. А, ну вот давайте еще вот эти покажу средства. Это мне присылала Оксана, которая живет в Америке. Крем для волос защитный. Она мне просто тут перевод написала, чтобы я не заблудилась. Вот такой крем. Пока в запасах спрятанный. И давайте от Organic Kitchen покажу. Наглое солнце. Это золотой гель для волос и тела. Он очень красивый. Действительно золотого цвета. Я его открываю, смотрю, закрываю. Еще никак не начну пользоваться. Как-то теряюсь перед ним. Бальзам, приподнимающий корни волос для объема. Тоже недавно мне подарили девочки, но еще не пользовалась. Восстанавливающий бальзам для волос коса до пояса. Это очень хороший бальзам. Буду пользоваться. И легкое расчесывание гель для волос. Наверное, я им уже тоже поставлю в использование. Недавно пришла вот такая масочка. Нет, не масочка, а бальзам для восстановления волос. Это в коробочке красоты. Его тут совсем немножко. Надо его будет потестировать. Пока поставила в общую кучку его. В использовании у меня от Олин Олин маска. Черный рис. Она подходит для темных волос. Вот такая она красивая. Очень приятно пахнет. Пахнет профессиональной линейкой шампуней. Тут 500 мл. Я ей пользуюсь очень продолжительное уже время. И она прям неубиваемая. Ее надо совсем каплю. И хватает надолго. Сейчас я попробую так отъехать. Наверное. Думаю как-то. Вот. Еще один бальзам. Твердый бальзам. Активный рост и объем. Он в форме кусочка мыла. Вот им я тоже пользуюсь. Не знаю, как я в пустых баночках буду показывать. Пустую. Так. Кто там, войдите. Во. Прямо вот как будто кусочек мыла. Вы знаете, он так интересно работает. Его намыливаешь. По волосам просто, знаете, как будто стираешь голову. Мылишь, мылишь, мылишь. И все время кажется, что ты никак не намылишь. Как будто елозишь этим куском мыла и никак ничего не делается. Какие-то волосы, кажется, остаются не намыленные. То есть нет вот пены от него. Такого ничего. Оставляешь под заколкой. Пока моешь тело, потом смываешь. И оказывается, что волосы гладкие и послушные стали. То есть в принципе удивляешься каждый раз, когда начинаешь его смывать. А действие хорошее. Ну вот видимо, может быть натуральный какой-то он. Что нет вот этой пены, которую ожидаешь при намыливании. Еще один набор, который у меня в коробочке. Так он мне нравится, что я до сих пор им не воспользовалась. Пока берегу. С ароматом макадамии или просто биомакадамия. Это для блеска, увлажнения и блеск волос. Сюда входит, давайте я не буду доставать. В общем, тут и шампунь, и бальзам, и маска, и масла. Вот такие вот. Тут у меня чего-то немножко потекло. Но он потек при, когда его прислали, в общем, при транспортировке. Так, давайте вот сюда его пока поставлю. Но надо достать уже, пользоваться. Шампуни, которые в использовании, я их тоже принесла. Первый от перхоти, мы постоянно покупаем сейчас такой мужу. Перхоть полностью благодаря ему пропала и хорошо работает. Второй, лечу свои сухие волосы. Ботаник Терапи. Этот шампунь против выпадения. Касторовое масло и миндаль входит. Он подходит для слабых, склонных к выпадению волос. Но я бы еще добавила для сухих и очень сухих волос. Потому что очень жирнит он сам волосы. Мыть их надо часто. Но зато хорошо напитывает. Я им сейчас пользуюсь. Осталось, вот сами видите, чуть-чуть. С юга мы вернули часть шампуня, который недопользовали там. Это Лепетит Марселье. Мягкость и уход. Молочко, цветок, липы. Для всех типов волос подходит. И я его использую под любую маску. А в последнее время вот Олин. Использую, потому что она очень хорошо работает на волосах и заботится. Так, у меня тут коробочек все меньше. Давайте сухие шампуни покажу. Этот сухой шампунь уже по надписи можно понять. Из Америки ко мне приехал. Оксана мне все заботливо подписала. Два в старой версии, в новой от Эйвен. Сухие шампуни. Мне они нравятся, когда мне нужно просто обновить челку. Бывает, что только челка начинает жирниться, потому что крем... В общем, челка по лбу ездит, где... Ну, а крем запуталась. Пачкается. И надо бывает просто освежить. Например, вечером мыла голову, а утром вот такой казус. И тогда он действительно работает хорошо. Если вам нужно заменить нормальный шампунь и как бы помыть всю голову сухим шампунем, то он работает на троечку. Если только на час, на два освежится. От Кларан очень хороший сухой шампунь. Сейчас у меня точно такой же в использовании. И этот целый. Он у меня из коробочки красоты попался. Дальше. Это из запасов. Две сыворотки. Один лосьон для волос. Райское увлажнение у меня из запасов. Оксана тут показывала его и говорит, нужно использовать до мытья головы. Я вот этого не знала, у нее спрашивала. Но тут можно тоже отогнуть, все прочитать в инструкции. И у меня в запасах еще бальзам-спрей укрепления. Такой же бальзам-спрей у меня и сейчас в использовании. Дальше. Не устали? Я говорила, это самое большое видео у меня получается. Я подозревала, что так будет. Еще два контейнера, где у меня все-все средства уже для ухода за волосами. Ну что ж, сейчас я немножечко тут еще отъеду, чтобы было куда раскладывать. Англискур. Глубокое восстановление, сыворотка, интенсивный уход для экстремально истощенных волос. Вообще, вот сейчас, что я буду показывать, много из этого мне попадалось в коробочках New Beauty Box. Так, чтобы сильно не блестело, буду немножко на бок. А что-то присылали девочки в подарок. Тоже от Глескур, BB, 11 в 1. Бьюти бальзам. Вот такой. Сейчас не буду читать, не буду доставать. Просто вот в целом покажу. Тоже красивенная, смотрите, упаковка от Глескур. Кристальное, да, масло. Блеск, блеск, сияние. Вот. Ну, сам он так блестит и сияет, что прямо вау. Дальше. От Шварцкоп. Для лишенных объема тонких волос объем, видимый объем у корней придает вот это вот средство. А тут для блеска, спреусилитель блеска. Они похожи. И вот такое масло тоже, по-моему, для блеска подходит. Вот это масло можно использовать в трех вариантах. И до мытья головы, и после. Вот такой. Его я использую активно. Отдав. Это, по-моему, крем-сыворотка. Да, крем-сыворотка. Она, по-моему, придает еще объем. Еще не познакомилась, пока стоит. Так. Золотое просо для укрепления роста волос. Шесть ампул у меня есть. Тоже из коробочки красоты. New Beauty Box попались шампунь и кондиционер от Керасис. Но я им еще не воспользовалась, пока стоят. Вот такой шампунь традиции с лечебной грязью. Он такой был. Прикольный, с печатью. Это маска. 30 мл. Тоже все из коробочек. И вот такое масло. Оно очень классное. Всего две капли на вымытые волосы надо будет. Оно дорогое идет, если полноразмерное. Мне в коробочке досталось. И в подарок мне присылали вот такие от Oriflame. Две маски. Наверное. Еще не знаю, что это. Тут надо читать, смотреть. Еще до сих пор не разобралась. В общем, вот такие сыворотки. Потом разберусь. Не устали? Еще контейнер. То, что я использую. Так, сразу кучкой покажу вот эти два средства. Одно у меня такое укрепление есть в запасах, вы видите. А этими я пользуюсь. Уже намытые волосы наношу. Честно, ленюсь или забываю. Но в каждом по половинке. И чтобы даже расчесать волосы, можно использовать эти два средства. Когда много всего... Ой, опять у меня что-то все сегодня падает. И вот это средство я не очень поняла, но в свое время купили. Мне кажется, оно больше для освежения, для приятного аромата от волос. Пахнет малинкой, но так увлажняет. Прямо на сухие волосы распыляешь. Ну и так я, чтобы расчесать. Покупала в Фаберлик. Это блестяшка. Блестки для волос. Думала, летом буду форсить, но нет. Что-то так оно у меня и простояло. Дальше. Стараюсь по-быстрому. От Олин. Отличное средство. Это, по-моему, у меня сыворотка. Да, сыворотка восстанавливающая. Ее тут еще очень много. Надо прямо 2-3 капли после мытья головы наносить на волосы. И они и расчесываются хорошо, и немножко лечатся. Дальше. От Эйвен. Вот такие 3 сыворотки. Я их вам вот так покажу. Время от времени я про них вспоминаю, начинаю пользоваться. Каждой тут меньше половинки. Ну, опять же, потом они у меня встают, и я про них забываю. Восстановление, защита цвета и уход. Вот такие вот сыворотки. Дальше. От Фаберлик Экстра Фарма. Глубокое увлажнение, по-моему, да, идет. Надо бы достать всю линейку, маску, шампунь и вот это вот средство. Это 2 пасты. Ее нужно взбалтывать и на волосы. Я начинала пользоваться, но так что-то я ее не поняла и бросила. Кондиционер. Даже не кондиционер, а сыворотка, которую нужно просто на волосы наносить для сухих и секущихся кончиков. Но вот я кремовые текстуры не очень люблю, поэтому она у меня бедная стоит и стоит. Мне проще воспользоваться от Эйвен. Такая масляная есть. Сейчас покажу. У меня сейчас ее нет. Она закончилась зелененькая такая, тоже для секущихся кончиков. Но сейчас в наличии у меня есть вот такие 2 сыворотки. Вот эта к концу подходит, а эта только прямо новая. Люблю я вот эти сыворотки. У меня скорее идут они, чем кремовые текстуры. Они по 30 мл, отличные. То есть, когда закончатся, я, наверное, и буду обновлять. Но когда закончатся и вот эти средства, потому что после этих я буду пользоваться тем, что есть. Слишком много всего. Еще одно средство, которое я ленюсь использовать, но стараюсь просто как термозащиту. Это средство от солнечных лучей. То есть, получается термозащита, чтобы не выгорали волосы на улице, на солнце с УФ-фильтром. Ну, я под феном, когда сушу, и вот добавляю. Использую. Это средство еще пока у меня стоит в запасах. Спрей для объемной укладки волос. Я укладываю в основном только челку, поэтому пока стоит и ждет своей очереди. Дальше. Вот это средство у меня чуть-чуть осталось. Это для блеска от Edvan Technics. Прямо вот, наверное, на донышке осталось. Тоже его надо добить. Вот они у меня вот эти два сейчас в использовании добиваются. Дальше. Тоже для блеска. Но вот стоит уже очень давно от Eiffroche. Это уксус. Я не очень блеск, наверное, заметила. И честно, если ленюсь им пользоваться, он у меня вот больше и стоит, и стоит. Зато вот точно такое же масло от Eiffroche у меня просто был мастхевом, как я с каким удовольствием пользовалась. Ленюсь пользоваться маслами, но на самом деле надо до мытья головы наносить. В каждом масле тут уже ху было хорошо. У меня тут персиковое и облепиховое масло. Сейчас сразу достану масла, которые у меня в холодильнике. А, ну сейчас, скажите, еще вот это покажу. Фруктис от Гарниер. Для всех типов волос. Его можно и после мытья головы, можно до. В общем, три варианта. Можно вместе с бальзамом добавлять. Вот такое масло эликсир классное. Ну и масла сейчас покажу, которые у меня есть в холодильнике. Первый с сайта Аромашка я заказывала. Укрепляющее масло для волос. Крапива и розмарин. Такая очень симпатичная упаковка. Второе масло индийское мне прислала Жануля. Тут осталось немножко. И все берегу надо бы допользовать его, бедное. Но у меня все... Нет, давайте сюда рядышком, чтобы не путаться. А мне все жалко. Еще одно масло. Тоже мне прислали с Крыма. Крымская косметика. Масло для волос против секущихся кончиков. Тоже я им пользовалась. Оно классное. Оно густое. Его надо греть перед использованием. Они все застывают. И последнее масло кокосовое. Вот такое. Мне Викуля Попридухина присылала. Я его использовала и на лицо тоже. Оно застывает. Но если... Вот даже сейчас теплом рук. Вот видите, оно становится масляное. Его можно даже на лицо. Можно на волосы. Куда хотите. Вот такое маслице. Ну и последнее. Самое-самое. Это пробники. В общем, у меня есть пробники шампуней. Разных сывороток. То есть хорошие. Не просто там какие-то. А хорошие пробнички. Так, сейчас покажу. Вот видите, от Ифраше. Но я не буду все показывать. И два масла. Миндальное и персиковое. Есть от фитокосметики еще. Эти пробники я показывать все не буду. Но их тут на самом деле много. Вот от Лореаль надо воспользоваться. Классный пробник. Очень много для волос. Но для волос я люблю на самом деле. Но это самое большое видео. Самое длинное. И продуктов здесь всех больше. Такое ощущение, что у меня не одна голова, а просто трехглавый дракон какой-то. Ты должна три головы. Это только многовато. Но, тем не менее, запасы я показала. Комментарии я отключу, конечно же. Для тех, у кого будет сильно чесаться язык, чтобы мне что-то написать по поводу количества. Но ничего не получится. Можете так сказать просто экрану. Но на самом деле буду все тратить. Мне помогает еще и моя сестренка, мама. Поэтому будем все уничтожать. С огромным удовольствием. Особенно вот эти первые ряды. Потому что тут много всего хорошего. В коробочках красоты много всего интересного приехало. Я этим еще не воспользовалась просто. Ну, а запасы, конечно, будем потихонечку уничтожать. Спасибо огромное всем за внимание. Не знаю, какая будет следующая серия. Возможно, бальзамы для губ покажу. В принципе-то я, наверное, уже основное показала все. Всем пока. До новых встреч.